Дань Шахте. Эколога-эдукационный визит-центр открылся у ландшафтным заказнику озёры. Установа призвана у всех теканных забеспечивать информацией про богатство природы региона и открытых туристичных маршрутах по вековых дубравах, ледниковых озерах и болотах. На того же открытие центра стало одним из пунктов реализации великого проекта «Торфяники-2», накерованного на одновление страченных экосистем. Вольга Капкович расскажет. Турристичные стежки и сафары-туры по Гродзенских болотах. За год теканность довандровок по лёгких Европы в регионе взросла у два разы. Только сё лето республиканский ландшафтный заказник озёры уже наведали свыше тысячи человек. Западновандровки по Дрыгве и не только у заказника своёчасово оценили. И на наступный сезон программу эко-маршрутов поширили. В эти туристические пакеты входят различные экскурсии, посещение места обитания зубра европейского, великовозрастные дубравы. Также есть возможность водных сплавов на байдарках, на лодках. И планируется на следующий год велосипедный маршрут с возможностью также остановки в экологическом центре озер. А поглядеть у заказнику есть на что. Зрештых, это уникальная экосистема ледникового походжения, якая заявляется домом для большим 1600 видов рослин и живёл, частка с яких занесена у червоную книгу. Комфортным припынком для групп после знакомства с дикой природой озёр станет реконструированный эколога-аддукационный визит-центр «Ля вёске новая руда». Объект створный у межих проекта «Тарфянники-2». Это масштабная программа у первого червона кирована на захование и рациональное выкорыстовывание Тарфянника Украины, среди которых есть и болото святое. У межих проекта, который реализуется при патрымце ПРАН, тут была проведена экологическая реабилитация. Натурные болота, они примерно один гектар, около трёх в год, около трёх тонн углекислого газа фиксируют. То есть, понятно, если в пересчёте на всю территорию, это огромные цифры. И поэтому один из вариантов, что делать с такими землями, уже используем, это поднять уровень воды, то есть закрыть каскадные каналы и обводнить эту территорию. Кап вернуть болоты до первого початкового стану спотребится тысяча год. Тарф назапашивается с худкостью 1 мм в год, а полные виды рослин и живёл у вогулей не льга одновить, и они страчены на заужды. Али першые кроки употребным на керунку робятся. Так, на осушенных Тарфянниках узведена система платин, и где процесс полторного заболочвания. Прекращаются пожары. Тушить пожар на порядок дороже, чем, скажем так, затопить обратную территорию. Во-вторых, восстанавливается болотная растительность, конечно, с низинной стадии. Вы видите здесь тростники, рогоз, это нормально происходит в природе. Возвращаются водоплавающие птицы, то есть это отличное место для охоты, плюс можно и рыбное хозяйство вести. Отновление святого болота стало штуршком для инших. Так, в ученые распочали працу по створении зеленой книги Беларуси. Это аналог червоной, только оховывать тут будут не виды особо, а биотопы цалка. Так само у першыню в истории краины распочата работа над проектом закона об устойливом развитии болот. Всю правовую базу по болотам, как охранять, что охранять, что не охранять, какие типы биотопов болотных охранять, какие не охранять, какие виды охранять, не охранять. То есть все пропишем так, чтобы у нас четко все понимали, что нужно делать для того, чтобы наши торфянники, наши болота сохранились и играли свою бесферную роль не только для дикой природной, для человека. Меркуется, что до конца года проект закона трапит на разгляд парламентариев. По кольу Беларуси, дякуючи агульным намаганням в ученых, биологов и громадскости, была створена и затверджена схема выкористания торфянников, различная до 2030 года. Фактично, она мает статус официального документа. И это означает авторы позитивный опыт, аналога у якому не ма у соседних краинах.